Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». Государственная инспекция труда по Карачаево-Черкесии передала четыре автомашины для отправки в зону СВО. Эксперты из Народного фронта по Карачаево-Черкесии осмотрели состояние автомобилей. Представители ОНФ передадут их нашим бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Теперь по распоряжению правительства Российской Федерации органы власти, государственные корпорации и предприятия могут передавать неиспользуемую или подлежащую списанию технику в проект Народного фронта «Все для победы». По словам руководства Государственной инспекции труда республики, все четыре автомобиля в хорошем состоянии и прошли технический осмотр и совсем скоро будут доставлены нашим военнослужащим. Мы с вами знаем, что это очень востребованная позиция, потому что буквально недавно у нас тоже просили технику. Гражданская техника, к сожалению, там тоже попадает под бомбежки, уничтожается и так далее. А для быстрого передвижения вот такая техника, особенно как Нивы, полноприводные, она действительно нужна. Мы очень рады, что вот такая первая «Ласточка» у нас в республике, мы уже четыре машины готовим к передаче. Значит, у нас техника на сегодняшний день, она исправна, прошла предварительно, ТО прошла. По ТО, значит, никаких серьезных нареканий нету, вполне готова для дальнейших целей и задач поставлены государству. У нас из виды техники, получается, три Нивы и одна Шкода «Октавия». Очередной груз гуманитарной помощи отправила республика в зону специальной военной операции. 10 тонн питьевой воды получат бойцы 34-й мотострелковой бригады, в которой проходят службу наши земляки. В летнюю жару чистая питьевая вода нашим бойцам очень необходима. Перед отправкой гумпомощи всегда происходит консультация с бойцами в зоне СВО и составляется список того, что, по их словам, в настоящее время наиболее необходимо. Груз сформирован при участии председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева и сенатора от Карачаева-Черкесии Крыма Казанокова, а также депутата Народного собрания Ильяса Тикеева. С первых дней операции в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей из Карачаева-Черкесии было отправлено около 700 тонн гуманитарной помощи. Мы получили очередной запрос на нехватку питьевой воды и при участии сенатора в Российской Федерации Виктора Бондарева, Крыма Казанокова и депутата парламента Ильяса Тикеева организовали гуманитарную помощь. Отправляем сегодня 10 тонн питьевой воды. Буквально две недели назад мы отправляли также 10 тонн в Южный военный округ, также военнослужащим. Сейчас в теплое время года питьевая вода, наверное, самая актуальная, востребованная из гуманитарного груза. И мы постоянно на связи с военными, получаем запрос и стараемся максимально закрыть потребности. По поручению главы Карачаева-Черкесии председатель правительства республики проведет выясные совещания. Цель встреч – оценка социально-экономического развития муниципалитетов, а также выявление проблемных вопросов. Первый визит состоялся в Урупский район, в ходе которого премьер-министр осмотрел социально значимые объекты, проверил состояние дорог, а также посетил перерабатывающие предприятия. Альбина Ламкова продолжит тему. Первая школа села Курджинова – одна из самых старых в республике. Она была построена в 1960 году. В 1972 к основному зданию была пристроена начальная. Учебное учреждение нуждается в капитальном ремонте. В ходе визита председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов лично убедился в этом. Также ему рассказали и о педагогическом составе школы, о том, что частичный ремонт в ней был проведен. Если бы она была, мне бы так планировать. А мы сейчас с вами зайдем там, посмотрим, для того, чтобы рассмотреть возможность перенести столбку. На месте обозначено, что в следующем году в Рубском районе в рамках регионального проекта «Модернизация системы школьного образования» начнется капитальный ремонт сразу четырех школ. В Станице Преградной, в селах, в Семене и Курджиново и в поселке Медногорском. Конечно, эта новость радует. Сейчас обучается 170-200 человек. Проблем, конечно же, очень много, потому что капитального ремонта не было со дня постройки школы. Нуждаются в ремонте и фасад школы, и внутренний двор школы, и столовая, ну или буфет. Спортзал, конечно, ремонтировался в 2015 году, и он сейчас в достойном состоянии. «Производство идет? Удет помаленечко. Вы какие проблемы видите? Слезная готовка?» «Да, это одна самая большая проблема». Лесопереработка – одна из традиционных отраслей в районе. Поэтому важно знать, чем живут труженики этой сферы. Мурат Аргунов пообщался с предпринимателями, узнал, с какими проблемами они сталкиваются, и сообщил, на какие меры поддержки бизнес может претендовать. Напомним, что для стимулирования деятельности лесоперерабатывающих производств, действующих на территории республики, глава Корчаева Черкесии в ходе своего ежегодного доклада послания поручил закрепить определенные квоты за ними. «Готовьте информацию, что по оснащению вам нужно. Вот с Михаилом Федоровичем вы перегорите. Вы один день вообще приедете в Черкесию, вот зайдете с подготовленными материалами, чтобы сказать, не, вот это, 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 для загрузки вот такого-то объема». Также уже в сентябре в станице Преградной начнет работу новая врачебная амбулатория. Строительные работы находятся на стадии завершения. «Главой поселения было предложение, почему? Потому что находилась амбулатория на краю, решили перенести в центр. Подготовили земельный участок, передали его Министрую, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Совместными решениями решили построить центр». Медучреждение рассчитано на 240 посещений в смену. Будет оснащено новейшей техникой, оборудовано в соответствии с современными стандартами. В рамках рабочей поездки Мурат Аргунов также посетил котельную, расположенную в селе Уруп. «В этом году у нас огромный план и желание, чтобы мы перешли на газ, на газификацию. Для этого мы приобрели котел, установили его. И, как и обещали, мы его в течение двух недель подключим к теплоснабжению, к сети теплоснабжения». В Курджиново к 2024 году планируют запустить завод по переработке гранита. В планах производство более 2000 тонн различных групп щебня в смену, а также создание 80 новых рабочих мест для жителей района. Мурат Аргунов пообщался с руководителем проекта «Кавказ-гранит», узнал, на каком этапе реализация проекта, а также сообщил, что предприятия по переработке являются приоритетными для предоставления мер поддержки в регионе. «Уже на сегодняшний день работает 20 человек. Все жители местных районов, местных поселков и деревень приезжают отсюда и у нас работают. Технология заключается в том, что сначала добывается камень, после его нужно обработать. Вот для того, чтобы его обработать, мы строим завод по переработке камня». До конца года рабочие поездки будут продолжены, и по поручению главы Карачаева-Черкесии будут составлены индивидуальные инвестиционные паспорта по каждому муниципальному образованию. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево-Черкесия. На днях в редакцию Вести обратились несколько жителей Хабецкого района, обеспокоенные непомерно высокими, на их взгляд, суммами от регионального оператора по вывозу мусора. Большую часть территории Карачаева-Черкесии обслуживает региональный оператор «Глобус», отвечающий за вывоз твердых коммунальных отходов, в том числе в Хабецком районе. Как удалось выяснить у руководителя обслуживающей организации Любови Чернышовой, при поступлении квитанций, в которых число прописанных не соответствует количеству тех, за кого выставили платежку, необходимо взять справку в паспортном столе и с ней прийти в офис регионального оператора. Мы на основании этих данных делаем перерасчеты. Нам и принято решение, что будет осуществлен прием граждан в каждом населенном пункте. Просто администрации, главы администрации разместят свои объявления, в какие дни будут специалисты «Глобуса» приезжать в населенный пункт, но до этого нужно получить вот эту справочку. Без этой адресной справочки человек просто потратит свое время зря. Автоматически у нас есть мобильные, скажем так, компьютеры, которые сразу же подключены к базе, то есть специалист может увидеть всю ситуацию по базе и на месте решить вопрос с абонентами. В Пятигорске открылся ежегодный Всероссийский молодежный форум «Машук». В год педагоги и наставника собрались преподаватели, воспитатели, студенты профильных вузов из разных регионов страны. О том, как была представлена делегация Карачаева-Черкесии и уровень подготовленности участников нашего региона, рассказал министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов. С ним встретилась Альбина Ланкова. Здравствуйте, Ибрагим Ильясович. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. В Пятигорске проходит Всероссийский форум «Машук» и на нем, конечно же, принимают участие наши ребята. На этот раз он посвящен году педагога и наставника. Всероссийский форум «Машук» стартовал. Что вы можете сказать об его особенностях и чем он отличается от предыдущих, уже прошедших форумов? Следует обратить внимание на то, что форум «Машук» в этом году проходит в 14 раз. Из всех 14 раз мне, к моему счастью и удовольствию, удалось посетить в качестве участника, в качестве федерального эксперта, в качестве входящего в состав дирекции форума, в качестве лектора. Общее количество раз – пять. Действительно, форум «Машук» из года в год мы все наблюдаем, как он динамично продолжает развиваться. Следует обратить внимание на то, что в этом году основной тезис форума – это «Учим тех, кто учат». В данном контексте реализация образовательной программы и в целом организация проведения самого форума организуется и проводится совместно с Федеральным центром знаний «Машук». Следует отметить, что и смены форума, и содержание форума, и содержание данных смен, они соответствуют основному тезису, который был озвучен мною ранее, «Учим тех, кто учат». Первая смена форума «Машук» уже началась. Она идет с 12 по 19 августа 2023 года. Первая смена форума – детство. Следует обратить внимание на то, что в рамках первой смены будет реализовываться деятельность самого форума по нескольким направлениям. Это, конечно, мастерство, это талант учителя, это вдохновение. Следует отметить, что в рамках реализации как первой, так и второй смены форума, о которой мы поговорим чуть позже, активное участие принимает Общероссийское общественно-государственное движение «Детей и молодежи. Движение первых», которое запущено по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В Карачаево-Черкесской Республике региональное отделение российского движения детей и молодежи по поручению главы Карачаева-Черкесии было открыто одним из первых из числа субъектов Российской Федерации и постоянно на сегодняшний день эффективно осуществляют свою деятельность. Вторая смена форума – это юность. Здесь делается больше упор на преподавательский состав среднепрофессиальных и высших образовательных учреждений Северказского федерального округа Российской Федерации. В этом году на форуме представлены без исключения все субъекты Российской Федерации. Количество участников форума превышает 2000 человек. И вторая смена, о которой мы с вами успели поговорить, будет длиться от 19 августа до 26. Какие цели и задачи окажутся в этом году на Машуке-2023? Следует обратить внимание на то, что с учетом тех задач, которые поставлены перед Всероссийским форумом Машук как федеральной площадкой, и образовательная программа ей в полном объеме соответствует. И здесь, как мы уже с вами успели поговорить ранее, упор делается в первую очередь на тех, кто учит. То есть это учителя среднеобразовательных учреждений, школы, это преподавательский состав среднепрофессиальных и высших образовательных учреждений, это вожатые, это гиды, гиды-экскурсоводы, а помимо этого еще и руководители не только региональных отделений и районных муниципальных отделений, но и ячеек российского движения детей и молодежи. Как наша республика была представлена на этом мероприятии? Что вы можете сказать об уровне подготовки нашей делегации? Спасибо за вопрос. Карачаево-Черкесская республика традиционно, ярко, красочно, эффективно представляет свою делегацию на Всероссийском, уже Всероссийском третий год подряд, форуме МАШУК. Следует отметить, что в этом году, как и в прошлом, с учетом того, что на самом форуме принимают участие все субъекты Российской Федерации, в том числе и новые регионы, конечно, квота на регионы Северказского федерального округа, в том числе Карачаево-Черкесской республики, она значительно сокращена, потому что 89 субъектов, и, соответственно, как это было раньше, несколько лет назад, представлять делегации по 100-150 человек, ввиду озвученных высших обстоятельств, не представляется возможным. Но при этом следует отметить, что практически все ребята, которые поехали от Карачаева-Черкесской республики на первую и поедут на вторую смену, с своими проектными инициативами. С большинством из них была организована и проведена работа по направлению обучения социальному проектированию, по выяснению той поддержки, которую им необходимо оказать в рамках реализации самого проекта, проектной инициативы. И те проекты, которые будут представляться на форуме из числа делегаций Карачаева-Черкесской республики, они, безусловно, интересны, они разносторонние, из совершенно разных отраслей. Это и сельское хозяйство, это и туризм, это и творчество, это и вдохновение, это и социальное предпринимательство. И, безусловно, каждая заявка, она проработана. Ребята действительно большие молодцы, как и всегда, показывают высокий уровень подготовки, высокий уровень ответственности к той задаче, которая перед ними возложена. Помимо этого, хочу обратить внимание на то, что Карачаева-Черкесская республика в шатре представляет свой стенд, на котором отражены туристские достопримечательности Карачаева-Черкесии, информационный стенд о нашем прекрасном субъекте Карачаева-Черкесской республики. Также, помимо этого, информацию в сфере государственной молодежной политики, в том числе и отражение того, что Карачаева-Черкесия получила федеральную премию «Прорыв года» от администрации президента Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи за лучшую динамику эффективности реализации государственной молодежной политики среди субъектов Российской Федерации. Также, помимо этого, там представлены те молодежные центры, объекты молодежной инфраструктуры, которые в этом, в следующем году, при поддержке главы Карачаева-Черкесии Рашида Бориспевича Темрезова, будут начинать вести свою деятельность, уже оснащенные с новым ремонтом, на территории различных муниципальных образований нашего региона. Сколько человек из нашей республики будут представлять свои проекты? Карачаево-Черкесскую республику в этом году представляет делегация в составе 20 человек. Как и практически состав делегации соответствует практически тому же количеству, которое где-то больше, где-то меньше представляют и другие субъекции Аркадского федерального округа. Но при этом здесь следует обратить внимание, что практически все участники из состава делегации Карачаева-Черкесии, как мы уже с вами поговорили, представляют на защиту свои проектные инициативы. Безусловно, следует обратить внимание на проекты, направленные на поддержку молодежи, проживающих в сельских территориях. Один проект такой на форуме представлен. Следует обратить внимание на то, что Министерство по поручению главы Карачаева-Черкесской республики Рашид Бориспевича Темрезова активно ведет свою работу по осуществлению деятельности, организации и проведения мероприятий, образовательных, форумных, на территории, на сельских территориях нашего субъекта. Здесь хочу сказать по поводу того, что 26 августа, это уже в этом году, у нас в скором времени состоится первый республиканский фестиваль сельской молодежи, где также приглашены для участия представители Республики Дагестан, представители Ингушетии, а также, помимо этого, из Ставропольского края. Данное мероприятие, оно является первым, знаковым, интересным. И, конечно, здесь акцент мы делаем на поддержку и развитие сельской молодежи. И это и не единственная программа, которую мы в настоящее время по поручению Рашида Бориспиниевича ведем в сельских территориях. Практически в каждом муниципальном районе уже в течение сентября месяца, уже в нескольких мы организовали и провели эти мероприятия, будет организована и реализована образовательная программа «Акселератор социальных проектов». Также, помимо этого, будут организованы и проведены спортивные мероприятия в сельских территориях совместно с Министерством спорта и физической культуры Карачаева Черкесской Республики и цикл большинства других мероприятий до конца этого года. Ибрагим Ильясович, скоро на территории нашей республики заработает Всероссийский форум «Махар». Скажите, насколько он стал популярным? «Махар» – это действительно показательная история именно с точки зрения эффективности реализации при поддержке Рашида Бориспиевича о государственной молодежной политике на территории субъекта. В 2021 году форум был республиканским, в 2022 году форуму Федеральным агентствам по делам молодежи был присвоен статус окружного, а на 2023 год мы защитились как Всероссийская площадка федеральная. В этом году на «Махаре» примут участие более 200 представителей из не менее чем 30 субъектов Российской Федерации. Следует обратить внимание на то, что трек, основное направление форума – это туризм, развитие внутреннего въездного туризма. И, конечно, это направление для Карачаева-Черкесии относится к категории наиболее приоритетных, от него из наиболее приоритетных. И, конечно, те образовательные программы, площадки, которые будут организованы и проведены в рамках Всероссийского форума «Махар», они направлены на обсуждение актуальных тем необходимых, в том числе по поддержке и развитию молодежного студенческого туризма. Расскажите об отличительных особенностях от иных окружных и федеральных площадок форума «Махар». Значит, отличительная особенность – это основной трек. То есть мы выбрали якорный, основной, тот, который обладает высокой степенью актуальности для нашего субъекта, динамично развивающегося Карачаева Черкесской Республики. Это трек «Туризм». И в рамках организации проведения самого форума примут участие представители федеральной структуры «Больше чем путешествия», которое создано по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в целях популяризации и развития детского и молодежного туризма. Еще один вопрос, и это заключительный. Скажите, пожалуйста, чем нынешняя современная молодежь отличается? Вы являетесь ярким представителем ее. Я думаю, вам легко будет ответить на этот вопрос. Следует отметить, что в настоящее время на территории Российской Федерации, конечно, нашей малой родины, Карачаева Черкесской Республики, создаётся большое количество возможностей для молодежи. И, конечно, в палитре, в огромном количестве их следует не упустить свой шанс, следует не упустить возможность. И, конечно, наша современная молодежь, она талантлива, она перспективна, она ответственно подходит к тем задачам, которые перед ней стоят. И здесь хочу завершить небольшим четверостишьем. Как раз таки адресую молодежи Карачаева Черкесии. Не позволяй душе лениться, чтобы ступе в воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Поэтому искренне желаю, чтобы мы все трудились, продолжали свой труд во благо гордой, динамично развивающейся, прекрасной Карачаева Черкесской Республики. Ибрагим Леасович, спасибо вам за позитивную и содержательную беседу. Спасибо вам. Желаю вам удачи в вашей работе, и чтобы наша молодежь всегда была на позитиве. Спасибо. На высоте более двух тысяч метров на верхней станции канатной дороги «Млечный путь» оркестр, собранный из солистов музыкальных коллективов страны, в окружении горных ландшафтов Архиза, выступили перед ценителями классики в рамках фестиваля музыки и науки «Другой звук». О концерте на высоте расскажет Дарья Тендит. Высказывания композиторов самых разных эпох от Людвига Ван Бетховена до Петра Ильича Чайковского, посвященные природе и осмыслению мироздания, честный и добрый диалог природы и человека посредством классической музыки. Фестиваль проходит в Архизе уже второй раз, и несмотря на то, что нет специальной сцены, концерт прошел на высоте, отметили артисты оркестра Альтерсона. Выступления на открытом воздухе, они всегда имеют свои особенности, потому что нет акустики, которая помогает звуку направляться к публике, но это особенное удовольствие играть в таком окружении, такой природы. И, конечно, это невероятное место, невероятной красоты, горы, ландшафты, и всегда очень приятно сюда вернуться. У меня большая радость присутствовать на земле Карачаева-Черкесии, потому что здесь невероятный народ, очень нас тепло и дружно встречают. И, разумеется, для меня большая честь и радость делиться с людьми тем ремеслом, искусством, которому я посвятил большую часть своей жизни. Мало кто ездил на концерт классической музыки на Канадке. Это удалось гостям фестиваля музыки и науки «Другой звук». Поднявшись на самую высокую точку, открываются виды, которые захватывают дух, а в сочетании с музыкой происходит переворот сознания. Поделились отдыхающие в Архизе. Музыканты замечательные, еще такая атмосфера среди гор просто до слезы. Честное слово, у меня слезы, особенно в начале, когда играли Дворжика, просто переполняли эмоции. И до сих пор у меня просто какие-то мурашки по телу. Великолепно, великолепно. Здорово, что делают такие концерты. Я очень рада. Впервые в Карачаево-Черкесии выбирала специальный Архиз. И именно из-за этого концерта. Фестиваль, объединивший молодых музыкантов, ученых из обсерватории любителей горных пейзажей, придумала известная пианистка Анна Цибулева, которая выросла в Нижнем Архизе. Идею поддержали фонд «Будущее время» и Министерство культуры Карачаева-Черкесии. Организовать фестиваль на горнолыжном курорте не такая простая задача. Даже потому, что здесь все-таки нет, например, пока что настоящего концертного зала, каких-то оборудованных площадок для выступления музыкантов. Но мы молодой фестиваль, сейчас мы делаем буквально первые шаги, но у нас уже хорошо получается. Концерт в исполнении оркестра Альтерсона в окружении горных хребтов и захватывающих дух пейзажей надолго останется в памяти, как яркий экспириенс фестиваля музыки и науки «Другой звук». Дарья Тендит, Олег Молхожев, «Вести Карачаева-Черкесия», «Архыс». В Черкесске продолжается всероссийский боксерский турнир памяти известного тренера Александра Степановича Давыдова. Спортсмены из 27 регионов приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы в первую очередь по состязации определить лучших. Несмотря на плотный график соревнований, они нашли возможность и время, чтобы посетить значимое для жителей республики место, отдали дань уважения воинам прошлых лет. На Илее Славы в Черкесске более сотни человек почтили память героев Советского Союза и России, возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества. А представители команды из Луганской Народной Республики также посетили памятник летчику Ханамату Баташеву, погибшему в ходе специальной военной операции на территории нового российского региона. В первую очередь мы хотим почтить память героям Великой Отечественной войны и герою специальной военной операции, так как эти герои сражаются за нас, за Россию, за будущее России, за будущее страны. Для вас, как для представителя Луганской Народной Республики, наверняка ужас войны знаком, как никому другому. Да, я участник специальной военной операции. Сейчас, в данный момент, привез спортсменов на соревнования. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи.